И в продолжение темы. Для того, чтобы научиться этому танцу, необходима гибкость гимнаста, выносливость бегуна и чувство ритма, как у музыканта. Это не вальс и не танго. Это танец современной молодежи, у которого в нашем городе огромное количество почитателей. Тему продолжит Анна Монастыренко. Вот так, динамично и зажигательно в нашем городе стартовал чемпионат Южного федерального округа по брейк-дансу. Организован он был руководителями славянской группы «Стрит-стайл Крю» Александром Борисенко и Виталием Раковским при поддержке Управления по делам молодежи. Пришла идея, можно сказать, года три назад, когда начал развиваться брейк-данс у нас в городе очень активно. И нам все сказали, что давайте у нас организуем в городе чемпионат. И мы решили это все сделать именно с молодежным центром нашим континентом. То есть при помощи них мы начали организовывать эти чемпионаты. Брейк-данс сейчас пытаются зарезервировать именно в олимпийский вид спорта. Здесь идет у нас гимнастика, акробатика, силовые упражнения. То есть, можно сказать, все группы мышц развиваются одновременно в этом танце. Поэтому я скажу, этот танец даже очень полезный. Брейк-данс действительно во многом ближе к спорту, чем к танцу. Многие элементы и связки, которые выполняют танцоры, очень сложны и требуют хорошей физической подготовки и постоянных тренировок. Сейчас я сделаю связку в лайв-геле, в таттл и в голову. Принять участие в чемпионате приехало более 120 танцоров из Краснодара, Сочи, Армавира, Москвы, Санкт-Петербурга. Состязания проходили в нескольких возрастных категориях. Сначала на танцпол выходили самые юные участники чемпионата. Настрой у них был боевой. Я с самого детства такой энергичный, люблю бегать. Я не знал, куда сядь, заняться спортом, но я все-таки решил заниматься брейк-дансом. Сегодня я подготовил отличный номер, и я сюда приехал за победой. Если я не буду волноваться, все в моих руках. Выступления участников чемпионата оценивали судьи. Все они – профессиональные танцоры, победители и участники краевых всероссийских чемпионатов по уличным видам танцев. Я оцениваю по музыкальности, по оригинальности. И то, как человек умеет слаженно построить свой выход. Я не жду увидеть от профессионалов какого-то уровня, потому что у нас в Краснодарском крае и Южном федеральном округе уровень достаточно высокий, даже на мировом уровне. Я хочу увидеть сегодня на чемпионате детвору, которые, как по сейчас, в это время, они развиваются с нереальной скоростью вообще. И хочется увидеть, я ожидаю больше всего от детворы каких-то сложных новых элементов, связок, задумок и так далее. Брейк-данс – это танец свободы и самовыражения. Себя танцоры называют Би-бой или Би-герл. При этом у них еще есть сценические имена, отражающие характер исполнителя. Вот, к примеру, эту девушку зовут Би-герл Юла. Она приехала из Сочи. Состязания проходят в виде батлов, то есть поединков. Чтобы выиграть танцевальный батл, нужно не просто хорошо станцевать, но и максимально зажечь и удивить публику, постараться превзойти соперника ошеломляющими пируэтами, высокими прыжками и оригинальными авторскими трюками, акробатическими элементами. Настоящий брейк-данс батл – это адреналин и соперничество, столкновение двух характеров, эмоциональная разрядка. Это по-уа, дип-рэк-дис, это пип-пауа трюс. Паши, комиксу. По итогам батлов в каждой возрастной категории были определены победители. Им вручили медали, подарки и грамоты. Своим победам танцоры радовались так же открыто и энергично, как и танцевали. Мы победили! Воспитанники славянской школы Street Style Crew на чемпионате завоевали пять призовых мест. Анна Монастыренко, Александр Костицын, Александра Тимовская. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова